Утро на Болткове Ждем, наверное, пока Попытаемся сейчас через Подключиться все-таки К Зуму, чтобы мы нашего гостя И слышали, и видели Да, господин Кирсис Доброе утро Доброе утро Да, у нас просто возникли технические проблемы Что касается, вот, наверное Да, вот мы вас уже видим Да, тогда, наверное Попытайтесь отключить телефон Сейчас мы будем общаться с вами Посредством Зума Наверное, это будет лучше Я надеюсь, вы нас слышите Да, да, я слышу вас очень хорошо Да Господин Кирсис, наверное, тот вопрос, который часто вам задают И Рижане, и, естественно, журналисты Связанные с чисткой снега Понятно, что, наверное, пару лет Я не помню, что было так много снега Конечно, тоже для многих была неожиданность Но, тем не менее, вот такая ситуация возникла Буквально пару дней тому назад Мэр Риги и вы говорили о том Что вот эта система, которая существовала до сих пор Такая очень разрозненная Сразу несколько компаний Вот оказывают услуги по чистке и вывозу снега Что сейчас происходит? Вот что делает Рижская дума, чтобы все-таки ситуацию улучшить? Ну, во-первых, тут, наверное, скажем так Две скорости Мы сразу эту же самую зиму на днях Так сразу поменять систему, которая работала многие годы не можем Поэтому эту зиму надо прожить на той системе, которая есть То, что мы собираемся делать на следующий год Проблема в основном такова, что очень-таки разделенные ответственности на Риге Риге от стороны самоуправления За чистку снега отвечает 9 институций Ну, там, не знаю, например, улица Там тротуар чистит какой-то владелец той территории Там парки чистит Риге с Мэжи Там если паркинг Риге с Сатексми Тогда Риге с Сатексми чищит Потом улица Сатексми с Департамент Если там трамвальный рельс Тогда опять Риге с Сатексми И так далее Ну, вот то, что мы видим Что надо пойти на централизацию какую-то Ну, где это логично И тут одна уже сторона ответа То, что мы собираемся объединить исполнительные дирекции Потому что там тоже очень такая неясная ответственность Это одна сторона И другая сторона Ну, тротуар у каждого дома Чистит владелец того дома Который находится рядом Или той территории, которая находится рядом И то, что мы можем часто наблюдать Что этот тротуар выглядит как Скажем так Чистка или уровень Качества очень разные Потому что каждый владелец У него же есть тоже другие дела Что жизнь делать не только Чистить снега И поэтому Бывает, что Кто-то не почистил И люди должны И через снег Ну, то, что мы попробуем На следующую зиму Попробуем какой-то квартал Или какую-то улицу Сделать Ну, только Централизацией Просто Сам управление попробует Чистить это Своей стороны И посмотрим Как удастся Не знаю Какие-то Какие затраты будут И потом Ну, будем думать Может быть Пойти Шире Это одно направление А другое направление Ну, сейчас можно Если кто-то не почистил снег Можно поставить штраф Но от этого Никому Да, чище не будет Остается Ну, тротуар Не почистен То, что мы думаем Поменять Наши Ну, сайстушенотайками Рыжки думы Что Можно поставить штраф Потом вызвать Бригаду Которая почистила Ну, там Составить Сколько это стоит И этот Ну, скажем Эти деньги Потом Взыскать Да От владельца Той территории И тогда будет И результат Ну, и, наверное Будет Как бы В следующий раз Подумает Что это так делает Да Вот именно Да Что касается Вот этих Исполнительных дирекций О которых Вы уже упомянули Можно ли сказать Что Вот К такой идее Или к такому решению Реорганизовать Вот Исполнительные дирекции Фактически Их ликвидировать Создать Вот Другую структуру Вы пришли Когда Провели Такое вот Исследование И поняли Что происходит Дублирование Функций Почему Вы решили Все-таки Ликвидировать Вот эти Исполнительные дирекции Ну Вот именно Очень много Случаев Была просто Ситуация Что Исполнительная дирекция Получила От Жителей Какое-то Заявление И просто Ну Переправила Не знаю Департамент Сообщения Или Не знаю Там Социальный департамент Ну и просто Как бы Работала Как такой Довольно Дорогой Окошко Для Заявление Или почтовый Ящик И поэтому Мы Решили Что Просто Тех Рабочих Которые Работают С конкретными Вопросами Переправить На работу Тех Департаментах Которые Связаны С этими Вопросами И сделать Такие Центры Обслуживания Больше Начнем С пяти Посмотрим Как Хватает Не хватает Может быть Надо больше Или Или меньше И Ну Этот Центр Обслуживания И будет Такой Я бы сказал Более профессиональный Окошко Для Обслуживания Где Сразу В одном Месте Можно Получить Всю Информацию Но все Таки Конкретные Проблемы Уже Решает Департамент Они И там Что-то Пробуют Делать Исполнительная Дирекция Что-то Там Они Не могут Сделать Что-то Там Долюбируется Что-то Там Непонятное Да Но Фактически Речь идет Об этих Вапкаемы Да Вот В этих Микрорайонах Будут Вот эти Вот Центры Да Да Пока Что В пяти Местах Я точно Не назову Которых Микрорайонов Будем смотреть Хватает Не хватает Это Как бы Не зарублено Не было ли Вот Не собираетесь Либо Еще думать О том Как Больше Не знаю Полномочий Наделить Вот На местах Вот эти Ноделя С отделения Участки РНП Поскольку Зачастую Люди говорят Что когда ты Обращаешься В свой районный участок Они говорят Ну а что мы можем Бюджета у нас нет Все централизовано Вот Центральное бюро Там Начака Может быть Здесь тоже подумайте Какой-то Децентрализации Чтобы людям Не нужно было По всем проблемам Пытаться Вот в центральное бюро Решить их Да Должен вам признаться Что Поскольку Все-таки В первую очередь Работаю С вопросами Сообщения Транспорта Да Не очень-то точно Знаю Как По поводу Что там Предусматривается В РНП Ну конечно Проблем Много Я думаю Что там Надо очень Очень подумать Как Как это Все-таки Большую систему Поменять Чтобы она Работала Все-таки На благо Режание Да Ну Должен согласиться Что Проблема там есть Конечно Да Вот что касается Действительно Транспорта Сообщений Наверное Этот вопрос Вам тоже Очень часто задают Конечно Это эксперимент Улицы Чака С одной стороны Вроде бы Понятно Что город Должен стать Более дружелюбным Вот К велосипедистам К такому Экологическому виду Транспорта С другой стороны Вот особенности Центра Риги Мы понимаем Довольно узкие Вот Русская проезжая часть Фактически На улице Чака Тоже она сейчас Сужена Пробки там Все-таки есть Вот Как вы думаете Может ли быть Пересмотрено Вот это решение О выделении Повоз для велосипедистов Конечно Зима Не самое Наверное Такое Правильное время Когда много велосипедистов Особенно сейчас В холодное время Суток Вот Как вы Дальше Это видите Ситуацию Да Ну я вижу Во-первых Я бы сказал Тут Два направления Эксперимента В первую очередь Я бы все-таки Ставил Ну такую Среду Дружелюбную Для Чтобы там Люди Продвигались Пешком Там Ну Кафе Могли бы Развиваться И так далее И для этого Надо снизить Интенсивность Транспорта Тут все равно Или Восипедисты Или Можно просто Сократить Ну как бы Интенсивность Направления Одно и то же То что мы видим В чем проблема Главное Что общественный транспорт Сейчас Опаздывает В сторону Пурсцемса В сторону центра Больших проблем Нет Да Именно в сторону Пурсцемса Да Вот именно И конечно Для меня Все-таки Общественный транспорт Это Приоритет Номер один И сейчас Мы регулируем Светофоры Смотрим Что и как Можно делать Но если С этим Мы не сможем Улучшить Ну Время И Ну как бы График Общественного транспорта Тогда Придется Менять Есть Идеи Как это делать Но Тут Поэтому И это и есть Эксперимент Что мы Смотрим Учимся И если Будет Наблюдаться Какие-то Проблемы Должны Будем Осознать И И Менять Ситуацию Да Что касается Общественного транспорта Вот На данном Этапе К чему Все-таки Вы пришли Вместе С Атексом Нужно ли Увеличивать Количество Вот этих Единиц Общественного транспорта Чтобы ни в коем Случай Не создавать Вот Такую-то Учаю В троллейбусах Автобусах И трамваях Или сейчас В принципе Это оптимальное Вот количество Ну я скажу Что Сейчас Оптимальное И максимальное Одновременно Потому что Если мы Смотрим Сравнить Скажем С периодом Год назад У нас Упало Число пассажиров Больше Чем Наполовину То что Мы сделали Первые дни Января Мы Ну Сократили Сократили Объем Общественного транспорта Примерно На 20% И Водновременно У нас Была Оперативная Резерва На каждом Депо Они были Сразу же Когда наблюдались Больше Там Пассажиров Они сразу Были Уже Внедрены В график И И Поехали И Таким образом Мы Наверное Пришли Где-то 15% И Часы Пик Мы Вообще Сейчас уже Вернулись На той же Отметке Которая была Перед этим Но Тоже Регисатекс Работают Люди У них Тоже Бывает Заболевание В одном Депо Тоже Наблюдалось Тот же Самый Ковид 19 И Там Есть Контактные Персоны И Скажем Такой Возможности Работать На 100% Тоже Время Снижается Сейчас Я бы сказал Что Оптимальный Объем Конечно Мы не можем В тех Случах Ну Как бы Уйти Из ситуации Что В каком-то Маршруте Какое-то Время Есть Больше Пассажиров Чем Надо Потому что Просто Специфика Рижского Общественного Транспорта Такова Что Мы не можем Не знаю Там Поставить Полицейского Каждые двери Которые Регулируют Там Число Например Как Это Довольно Легко Возможно В автобусах Который Между Городами Приезжает Просто Продается Половина Билетов И Тут Все ясно А тут И даже Наблюдается Ситуация Когда Мы Отправляем На маршрут Скажем Там Больше Троллейбусов Ну А люди Все Как бы Садятся На Первый Который Приезжает А остальные Едут Пустыми Ну Поэтому Тут Такая Очень Интересная Скажем Специфичная Ситуация Ну Я думаю Что Сейчас Все-таки Оптимальная Ну Скажем Было Правительство Там Дебюты По поводу Может быть Разрешить Первым Двух Классам Школьников Пойти в школу Если Такого Будет Тогда Ну Конечно Мы Должны Тоже Будем Реагировать И найти Возможность Поставить Больше Рейсов На Маршрутах Какова Судьба Все-таки Как вы Прогнозируете Эталон Что будет Дальше С этой Системой Да У нас Есть Рабочая Группа Которая Которая Сейчас Начала Работать Ну Сменить Эталон На систему Которая Которая Можешь Работать Ну Я думаю Это Пока что Мое Мнение Я думаю Что Это Скорее Сего Будет Система С которой Можно будет Платить Скажем Там Банковскими Карточками С Скажем Смартфонами Каких-то Аппликаций Можно будет С одной Покупки Купить Например Тоже Проезд На Рыжском Общественном Транспорте На Поезде Может быть Даже Какой-то Болт Или Может быть Фирму Не надо Назвать Общий смысл Понятен Да Вот Именно Но Конечно Тут будет Несколько Скоростей Я думаю Что Общим Решением Пассажир Вилтенс Мы придем Я думаю Что Через Несколько лет Может быть Три-четыре Даже Пять лет Но Какие-то Для меня Ну такая Планка Все-таки Через Два года Поменять Эту Рыжскую Систему Еталона На Ту Которая Будет Я думаю Что Намного Удобнее И дешевле Для Рыгосад Сейчас Система Стоит Примерно 12 миллионов В год Дороговато Да Ну примерно Я думаю Что Должно Стоит Не больше 2-3 Миллионов В год Что Касается Вот Этого Фонда Оздоровления Экономики Я так Понимаю Что Рижская Дума Тоже Надеется Получить Средства В том числе Вот На Более Зеленые Благоприятные Для среды Общественный Транспорт Я так Понимаю Более 100 Миллионов Да Вот Все Таки Планируете Привлечь Да Да Ну Сейчас Идет Разговор О 150 Миллионов Плюс Минус Там Еще Может Поменяться Объем Если У нас Экономика Будет Себя Показывать В средней Европе Тогда Будет Больше Денег Если Лучше Тогда Нет Тогда Останется То же самое Ну да Примерно 150 Миллионов Я так понимаю Что это позволит Закупить Там Более Такой Экологические Виды Общественного Транспорта Да Фактически Все Электро Будет Автобусы Тоже Ну то Что мы Собираемся Стороны Решки Думы У нас Приоритет И вместе С Пассажер Вилтенс Недрить Оба Этой Системы В одну И чтобы Это Могло Прозойти Мы уже Перед этим Говорили Обшем Билете И так Далее Но Очень Важно Чтобы Не Дерить Эти Системы Делать Называется Пункты Мобилитета Или Просто Говоря Чтобы От поезда Было Очень Удобно Пересесть На Решки Обшественной Транспорта Ну например Там Не знаю Остановка Заметаны Чтобы Люди Вышли Из Поезда И там Удобно Не знаю На лифте Или Эскалаторы Могли бы Поехать Там На мост Где Едет Троллейбус Сесть На него И отправиться Дальше Ну вот У нас Там Шесть Пунктов Таких И Во многих Пунктах Там Надо И Общественный Транспорт Например Трамвальные Рейсы Или Троллейбусные Кровода Передвинуть Ближе Мы Мы Там Собираемся Например Станция Штирватова Трамвай Сделать Седьмой От Дуола До Штирватова Например Саркандаугова Троллейбус Чтобы Ехал Ну Он Там Перед Проездом Останавливается Удлинить Чтобы Было Удобно Пересесть Ну вот Это Одно Направление Тогда Такой Очень Наблюдается Скажем Пустое Направление Где Нету Ни трамвая Ни Поездных Рельсов Это Сторона Икея Через Пурциям Через Ну Рядом Мешцы МС Плявная И Видно Что Этот район Икея Там Наблюдается Очень Бурное Развитие Там Магазины Там Большая Автостоянка И так далее Ну вот И то Что мы Хотим Построить Там Ну Лучше Было Было Трамвай Но Проблема Такова Что Трамвай Стоит Довольно Дорого Есть Такой Скажем Более Дешевый Способ Постройки Что-то Похожее На трамвай Это называется Метробус Это будет Такая Особенно Ну Скажем Отдельная Отдельная Полоса Или Даже Не полоса А Проезжая Часть Где Никто Другой Даже Не сможет Ехать И По этой Полосе Светофор Будет Давать Например Перекрестках Приоритет И Очень Быстро Сможем Ну Таких Длинных Троллейбусах Поехать По этой Линии Ну Вот Это Еще Одно Направление Когда Это будет От Икея Заметаны Ну И Дальше Полица Чак В Центр Но Там Не будет Отдельная Линия До Станции Заметаны Будет Отдельная Линия Ну Вот И То Что Еще Пассажирские Поезды Собираются Делать Они Собираются Электрифицировать В сторону Болдера Ну Вот И Тогда У нас Умысл Такой Что По Далговой Гриве Болдера И Будет Ехать Кругом Электроавтобусы Они Будет Ну Как Будет Скажем Так Если Кто-то Хочет Отдалговой Гриве Попасть В Центр Самый Быстрый Способ Будет Поехать На этом Автобусе К станции Болдера То есть На поезд И поехать В центр Ну Конечно Если Кто-то Кому-то Надо будет Не знаю Там Или Дюцемс Или что-то Там Что-то Посередине Находится Будет Ехать Автобус Маршрут Будет Или Интенсивность Будет Ну Как бы Реже Потому Что Ну Собираемся Все-таки Попробовать Пересадить Всех На Поезд Не будет ли Это очень Дорого Потому что Вот само Содержание Как мы знаем Вот Рельсов Электропоездов Оно ведь Очень дорогое Ну Во-первых Рельс Во-первых Рельсы Там уже Есть И Их Все равно Надо Надо Содержать Потому что Там Товарные Поезда Поезжают В порт Да Новые Скажем Новые Будет Электропроводы Которые Надо Будет Содержать Но Я не думаю Что Это Так Дорого Инвестиции Будет 20 Миллионов Чтобы Электрифицировать Ну И Поезда Конечно 23 Года Должны Прибить Прибыть 32 Электропоезда Которые Уже Как бы Заключен Договор Садекс Министр Заключила И Там В этом Проекте Собирается Купить Такие Аккумуляторные То есть Да Чтобы Можно Было Обслуживать И сторону Сыгулбы Потому что Там До сих пор Нету Единственное Направление Кроме Балдырая Котором Нету Возможности Включить Электричек Да И Ну Это Важное Направление Может Такой Последний Вопрос Я думаю Тоже Его Часто Задают Оппозиция По этому Поводу Тоже Развернула Бурные Дискуссии Во время Обсуждения Бюджета На этот Год По поводу Отказа Я бы Так Сказал Заморозить Заработные Платы Депутатов Вот Что Можете Тут Сказать Ну Во-первых Это Не повышение Зарплат А просто Я думаю Очень Честный Способ Как Ну Как Зарплатная Плата Депутатов От Чего Она Состоит Тут Есть Средняя Зарплата Государства И Индекс Поэтому Такова Система Сделана Чтобы Депутаты Каждый Год Не думали Об этом Вопросе И это Происходит Автоматично Почему Там Заморозить Или Не Заморозить Тут Всегда Идет Об этом Дискуссии Но То Что Я вижу Что Объем Работы Депутатов Думы Вот Именно Сейчас Я не Вижу Что Он Очень Отличается Например От Депутата Сайма Разница Зарплаты Двух С половиной Раза Я думаю Что Если бы Депутаты Риги Зарабатывали Два раза Больше Тогда Надо было Конечно Заморозить Поскольку Эта Ставка Очень Все-таки Низкая Если сравнить С другими Сарплатами Ну Тогда Я не вижу Что Те Люди Которые Не смогут Должны Будет Еще Думать Где Еще Работать Что Они Могут Себя Вкладывать Работу Риги И То Что Мы То Что Мы Сделаем Мы Убрали У нас Были Такие Бесплатные Паркинги Или Такие Карточки Которые Стоили 250 евро Для Каждого Месяц Где Можно Было Ставить Автомашину В любом Месте На стоянках Рига Сатексма Мы Это Отменили И Сэкономили Денег Которые Стоят Для Эти Повешения Спасибо Большое Вице-мэр Риги У нас Был на прямой Связи Из нового Единства Большое Спасибо